Доброе утречко всем! Я сегодня встала рано-рано, потому что у меня предстоят ремонтные работы на кухне. Наконец-то, спустя 45 лет, наверное, как я живу в этой квартире, возникла уже просто необычайная такая острая необходимость поменять окна на кухне на стеклопакеты. В комнате это уже сделано несколько лет назад. А на кухне все еще стояло все это потому что... Ну, потому что... никак не получалось все это сделать. Пришлось, конечно, еще ловить моих птичек там сажать в клетки некоторых, которые у меня в свободном полете. В общем, все недовольны, но надеюсь, что потом всем результат понравится, потому что слишком уж дуло сильно зимой в окно. Было холодно очень на кухне. Немного не повезло с погодой. Все время было тепло. Я думала, как хорошо, тепло, быстренько все это поменяется. А вчера выпал такой снег у нас в Латвии и завалил. Все завалил. Я вам сейчас покажу, как это выглядит. Так, как бы вам тут показать. Вот так вот это все выглядит. вот такая вот там обалденная красота. Вчера прямо сняла целое видео про прогулку. И смотрю, сегодня небо голубое. Можно будет тоже где-то походить, поснимать. Но мне теперь надо ждать мастеров. Договаривалась не с фирмой, договаривалась со знакомым, который мне порекомендовала Танечка. Вот. И... Ну, очень обязательно все как-то. Надеюсь, что все будет хорошо сделано. Какие-то сейчас опять новые технологии. Все делается сразу. И окно, и обработка. В общем, ну, посмотрим, как это и что будет выглядеть. Специально заказала, чтобы были открывающиеся обе половинки окна, потому что замучилась с комнатным, сэкономила. А теперь никак не могу его открыть, помыть. Вот. Так что все там будет в порядке. Ну, вот то, что немножко холодно. 6 градусов, минус 6 сегодня с утра сказали. Конечно, надеюсь, это все будет быстро происходить. Я уже что могла, унесла. Еще остались животные, которых тоже сейчас буду убирать. И давайте, может быть, покажу. Себе тоже напоследок сниму видео, как же эта кухня выглядела. До того как. Хоть будет потом эта самая возможность сравнить результат. Ну, вот примерно так выглядит там мое-мое старое окошко. Деревянное. Там между рамами деревянными вставлен тюль, чтобы защищать от солнца и чтобы не висели никакие занавески. Еще сверху наклеены наклейки с Алиэкспресса. В общем, конечно, вид порнографический просто этого окна. Вот. Еще птички там постарались его всячески заляпать. Вот птички сейчас у меня пока здесь стоят временно. На клетке с дыгушками. Вот как-то вот так вот. Что могла убрала, что могла закрыла. Кухня маленькая, 5 квадратных метров. Вот такие у нас советские были раньше. Квартирки. Вот. Но зато широкий подоконник для любителей цветов. Так что посмотрим, что как быстро все произойдет. Самое интересно посмотреть на конечный результат. Вот. Так что прощай, окошко. Да здравствует новая кухня практически. Потому что, конечно, когда сделано окно, выглядит все намного красивее, интереснее. Так, птички циц. Ну вот так. Ждем теперь мастеров. Зато так примерно теперь выглядит комната, когда я перетащила часть растений. Теперь это просто джунгли. Самые настоящие. Если раньше хоть как-то можно было добраться до какого-то кресла, то теперь тут у меня и циперус, и все-все-все. Но ничего. Потом они все красиво распределятся по кухне и здесь. И будет вообще красота. Развлечение для мухи свинки в комнате. Она до них может теперь легко добраться. Скажи, что это такое? Почему это тут какие-то свинки, скажи? В чем тут дело? У мухи развлечение будет. Ну, мушенцы, не пугай их. Мушенцы я. Свинки привыкли к мухе. Если кто первый раз смотрит видео и думает, что она их тут всячески, так сказать, напугает, у них будет стресс, они к ней привыкли, они ее знают хорошо. Просто бояться нечего. Было у меня там пару отзывов гневных. Уберите собаку от свинок. Они всю жизнь вместе живут. Они уже к ней привыкли. Муха, ну что ты там ешь? Какое-то сено или еще что-то. Мушенцы я. Мушенцы я. Кончай всякую гадость кушать. Ну, по крайней мере, здесь они не простынут, потому что все-таки открытое окошко при минус шести. Даже учитывая, что они в домиках, наверное, не стоит испытывать здоровье свиночек. Пускай они лучше здесь будут пока. Свинки обнаружили, что есть растения, которые можно пожевать, слегка погрызть. Все уже тут начали путешествовать туда-сюда из одной клеточки в другую клеточку. Ну, выходить на пол и погулять совсем не хочется. Вот они у меня такие, они у меня вполне их устраивает жить на своей территории. Пускай она, может быть, и не такая большая, как надо было бы, но не все мы живем в больших трехкомнатных квартирах. Некоторые живут и в маленьких однокомнатных. И совсем неплохо, Муха, правда? Мастера уже приехали, уже пошли приносить окошко, так что процесс начинается. Вот так выглядит без окна. Сегодня солнышко, вот так все выглядит из окошка, хочется пойти погулять, но там ремонт в полном разгаре. Что-то какие-то небольшие сложности. Как всегда, разве ж может быть иначе. Поэтому я могу только любоваться тем, что происходит за окном. Показываю промежуточный вариант, но уже, конечно, проблем, масса. Ну ладно, то, что здесь все разбили, разолбали, это понятное дело. Уже основное поставили, но, 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 но. Но чего-то у них не хватило, пистолета не хватило, чего-то еще. Как-то где-то прикрутили, где-то не прикрутили. Короче, поехали сейчас, поставив так, слегка, чтобы не было совсем открытое окно, счета, конечно, остается, но хоть как-то. Поехали за каким-то пистолетом. По дороге они мне умудрились разбить люстру. Вот моя кухонная люстра. Теперь выглядит так, обещали сейчас что-то купить взамен. Ну, вот этого еще мне только этих проблем не хватало. В общем, да, на самом деле, почему я не люблю все эти ремонты, потому что это просто какой-то тихий ужас и кошмар вообще. Ну, ладно, подождем. Теперь уже вариантов других нету. Теперь уже надо ждать, чем все это дело закончится. Надеюсь, как-то более или менее все закончится хорошо. Окно выглядит, кстати, меньше. Не знаю, правильно ли они сняли размеры. Здесь много чего придется задувать. В общем, как все это будет выглядеть в конечном итоге. Я не понимаю, подоконника с той стороны тоже еще нету. Здесь вот такой тихий ужас и кошмар. Ну, возможно, так оно и должно быть. Я же не специалист. Да. Ладненько, ждем. И уже, наверное, надо сказать уже доброго почти вечерочка. Меня только чувство юмора спасает от всей этой ситуации. Мастера сейчас уехали на другой объект, потому что где-то им нужно делать тоже что-то. Здесь все в недоконченном состоянии, но якобы здесь пена должна застыть, хотя обычно на это дается несколько дней, но они дали мне на это пару часов. Выглядит сейчас все это примерно так. Здесь стоят какие-то распорочки, уже начата отделка, но она такая довольно-таки топорная. Может быть, потому что, ладно, скажем, что стены у меня такие кривые, здесь что-то выступает, что-то, в общем, ох, прямо скажем. Я не скажу, что я жалею, что я все это дело начала, потому что я надеюсь, что все-таки будет теплее и, конечно, будет красивее, когда уже все это будет сделано, когда эти боковинки будут покрашены белой краской. Надеюсь, окна все будут нормально открываться и как будто бы не дует. Но я уже не знаю, чего ждать. Потому что на улице вон такое все красивое, но это мороз, 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 и поэтому хотелось бы, чтобы все было герметично достаточно и тепло, потому что иначе можно будет замерзнуть. Нам обещали какое-то... Так, вот так надо стоять напротив света. Нам обещали какую-то страшную зиму, длинную, бесконечную, и, конечно, ну, надо утепляться. Что же делать? Ну, только я не ожидала, что это займет столько времени, что это будет все сопряжено с такими сложностями, что это будет так грязно. Бедная муха тут пришла тоже с удивлением посмотреть, и что все это еще до сих пор не закончено, хотя они приехали в 9, уехали где-то примерно около 4-х, и еще вернуться через пару часов, доделывать все это еще на какой-нибудь час или полтора. Это что-то невероятное. Это можно занести в книгу рекордов Гиннесса, наверное. Такое длительное... длительное смену окошка. Ну, вот так вот. Только, я говорю, надо иметь чувство юмора, чтобы спокойно относиться к таким ситуациям, иначе это можно изнервничаться, распсиховаться, разозлиться. Я уже даже думаю, может, мне не стоит все это вам видео показывать, как-то все это происходило, потому что это явно не позитивное видео, это явно какой-то фильм ужасник. Муха там топает, цок-цок-цок-цок. Ну, Ника, ждем опять. А что остается делать? Уже будет за окном тепло. Ну, надеюсь, что все, что надо, они увидят и сделают как надо. Ой, ну вот и конечный результат, если можно считать конечным, потому что все равно вот здесь осталось по бокам то, что нужно еще как-то или наклеить обои, или покрасить. Но в целом, да, вот оно выглядит теперь так. Чистенько, беленько, нарядненько, ну, как и все пластиковые окна. Грязи немерено просто. Не знаю вообще, как ее отмывать. Кто-нибудь, кто все эти следы по белке, ну, и всякого разного такого отмывал, что там нужно добавлять в воду. Может быть, что-то для смягчения, чтобы лучше убралось, потому что, конечно, иначе мне здесь, наверное, раз пять точно будет мыть полна, да и все остальное. Ну, как бы, в целом, конкретный результат красивый, когда еще будут стоять всякие растения, мои любимые, и все прочее. Но это заняло время, и вот, с девяти утра до девяти вечера. Вот они только ушли, сейчас девять вечера. В общем, нет слов. У меня сплошные изнеможения от этой процедуры, от сегодняшнего дня. Так что, кто собирается этими вещами заниматься, такими ремонтами, и прочим, готовьте вообще валерьянку, успокоительные капли, все, что угодно, потому что это невозможно просто пережить. На этом все. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,